Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Сегодня подкаст веду я, Ксения Туркова, и мой коллега Алекс Григорьев. Алекс, привет! Я рада тебя слышать и виртуально представлять наших слушателей, с которыми я не виделась несколько дней. Хорошо, что ты вернулась. Здравствуйте! Я хотела бы начать наш подкаст сегодня с моих впечатлений об отпуске, если можно, так я пользуюсь служебным положением, расскажу. Но это на самом деле какое-то косвенное отношение имеет к происходящему, и, может быть, нашим слушателям будет интересно. Я путешествовала по Вермонту и заглянула в гости в Миддлбери Колледж, который известен своей языковой школой, точнее, своими языковыми школами. Там 12 языков преподают, и студенты приезжают на все лето, полное погружение, нельзя говорить на английском, нужно говорить только на языке, который ты изучаешь. Самая старая школа немецкая, она открылась после Первой мировой войны, и одна из старейших школ русская, где изучают русский язык. И вот в этом году, знаешь, много говорят о том, что, наверное, упадет интерес к русскому языку. Естественно, он воспринимается сейчас многими, и особенно украинцами, да и людьми в других странах, как язык агрессора во многом. Но, тем не менее, вот по-прежнему было очень много студентов из самых разных стран, и американцев, и из европейских стран тоже. И интерес их к русскому языку совершенно не упал, нет никакого агрессивного к нему отношения, о чем любит рассказывать российская пропаганда. И студенты там изучают русский язык, русскую культуру, и слушают лекции, к ним приезжают гостевые лекторы, как говорится. И вот в этот раз, кстати, была основательница телеканала «Дождь» Наталья Синдеева. Она рассказывала о телеканале «Дождь», показывала фильм, и как раз это пришлось на тот день, когда «Дождь» перезапускался. Читают лекции о русской пропаганде. И, конечно, русский язык изучается не просто вот абстрактно, как любой другой язык, а через призму того, что с ним сейчас происходит. Мне кажется, это важно. И, кроме того, там есть театральный кружок. Я, например, увидела, как студенты американские, многие из которых не очень еще хорошо говорят по-русски, они ставили пьесу «Голодомор». Это пьеса украинского драматурга Натальи Ворожбит. Ее перевели на русский язык. Она по-другому, по-моему, называется, не «Голодомор», но посвящена она «Голодомору». Это было очень символично. Вот они ставили эту пьесу. Мне сложно судить, потому что я так широко по Соединенным Штатам не путешествовал в последние месяцы, в силу многих обстоятельств. Но те города, штаты, которые я посещал, я, естественно, говорю по-русски, потому что это мой родной язык. Если я разговариваю, например, по телефону, или я езжу с кем-нибудь, с членом своей семьи или с друзьями, я никогда не наталкивался на какое-то отторжение, агрессию и так далее. Проблема в том, что, естественно, это неизбежно. Русский язык стал языком войны, а не языком Пушкина или Чайковского. Вот он ассоциируется с войной, которую Россия ведет с Украиной прежде всего. А все остальное уже отошло на второй, третий, четвертый план. Но здесь я как раз предлагаю перейти к нашему обычному сценарию и рассказать о том, что происходило в разных украинских регионах в минувшие сутки. Начнем со сводки. В ночь на понедельник российские войска обстреляли город Чугуев в Харьковской области. Он в последние несколько недель подвергается серьезным обстрелам. Там разрушены гражданские объекты, школа и дом культуры, где находились мирные жители. Об этом сообщила мэр города Галина Минаева. Сейчас спасатели разбирают завалы, а значит количество пострадавших будет уточняться. Также в понедельник 25 июля российские военные обстреляли Краматорск. Погибших там нет, есть разрушения. В Сумской области снова обстрелы. Сразу нескольких районов зафиксировано более 30 обстрелов. Никопольский район попал под обстрел, сообщает Генпрокуратура Украины. В результате обстрела, как утверждают в этом ведомстве, ранение получила 10-летняя девочка. Кроме того, повреждены 16 жилых домов и хозяйственных построек. Ну и вот я упомянула то, что ранен ребенок. И сегодня же были опубликованы новые данные о том, сколько всего детей погибли и пострадали с начала российского вторжения. Украинская Генпрокуратура эту информацию публикует. 358 детей погибли, 686 получили ранения. Больше всего пострадавших детей в Донецкой области 362, в Харьковской почти 200, в Киевской области 116. Ну и, конечно, эти цифры могут еще меняться. Также были опубликованы данные о том, сколько медицинских учреждений повреждено или разрушено с начала полномасштабной войны. Эти цифры опубликовало Министерство здравоохранения Украины накануне. Там сообщили о том, что по меньшей мере 18 медицинских работников погибли и почти 900 медицинских учреждений повреждены или разрушены. Мы рассказывали в наших подкастах о том, что есть целые регионы, где не осталось ни одного медицинского учреждения. Они все разрушены. В своем сообщении ведомство отмечает, что с начала вторжения более 50 медицинских работников были ранены в результате российских атак и 123 медицинских учреждений в Украине полностью разрушены. Еще 746 нуждаются в восстановлении. Вот такие данные. Обычно это на российской стороне объясняет тем, что, естественно, там скрывались боевики. Я думаю, все объясняется достаточно просто. Во время любого вооруженного конфликта рано или поздно иссякает список возможных целей. И те люди в российских штабах, которые планируют бомбовые ракетные удары, они смотрят на карту. Как правило, это старые карты. Видят там здание поликлиники, которое было построено где-нибудь там в конце 60-х годов. Говорят, ага, значит, это поликлиника, это общественное здание. Там наверняка лежат раненые украинские военные. Давайте вот по этой самой поликлинике долбаним. И, соответственно, это и происходит. Я продолжу тему. Спецпредставитель Генерального секретаря ООН по сексуальному насилию в условиях конфликта. Есть специальная должность в ООН. Ее зовут Промила Паттон. Обратилась к участникам второго саммита первых леди и джентльменов. И, по ее словам, ООН получила более 150 обращений по поводу случаев сексуального насилия, совершенного российскими военными в Украине. И она добавила, что это лишь верхушка айсберга. ООН занимается этой темой. Вот в оккупированных российскими войсками регионах Украины, судя по тому, что становится известным, это изнасилование стали к ужасу нормой. Ранее в Украине работала мониторинговая миссия ООН по правам человека. И она побывала в районах, освобожденных районах Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей. Это районы, которые были сперва оккупированы в начале войны российскими войсками, потом освобождены. И следователи ООН подтвердили более 300 убийств мирных жителей. Это внесудебные казни. Это просто люди были убиты, у них не было оружия, ничем не угрожали российским войнам. Они были просто убиты. И смогли проверить и подтвердить 23 случая сексуального насилия над гражданами Украины со стороны российских военных. И Human Rights Watch, известная правозащитная организация, опубликовала доклад о ситуации в Херсонской и Запорожской областях Украины. Указано, что российские войны незаконно задерживали и вывозили местных жителей, а также пытали украинских военнопленных. Я вот процитирую одну фразу. Российские силы превратили оккупированные районы Южной Украины вместо страха и беззакония. Представители Human Rights Watch собрали показания более 70 человек из соответствующих регионов, получили доказательства 42 случаев, когда российские оккупационные власти нарушали законы войны и конвенцию ООН о правах человека. Интересно, что данных о наступлении российских войск в районе Херсона становится все больше. То есть пока об этом заявляет руководство Украины, например, в субботу об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, цитирую, «оккупанты пытались там закрепиться, их коллаборанты наделали разных наглых заявлений, которые на русском языке называются очень метким словом «шапка закидательства», но это помогло им, вооруженные силы Украины шаг за шагом продвигаются в области». Схожие заявления делали и некоторые другие официальные украинские лица, и сейчас появились хотя бы частичные подтверждения того, что действительно там происходит какое-то продвижение украинских войск именно поблизи Херсона. Подтверждено, что с помощью систем «Хаймерс», это дальнобойные артиллерийские системы, украинцы смогли повредить или уничтожить значительное количество мостов, и вроде бы это вот не подтверждено, но в результате этого российская группировка в этом регионе оказалась на грани катастрофы, потому что через мосты проводился подвоз боеприпасов, продовольствий и так далее и тому подобное. Сейчас этот подвоз прекратился, и, соответственно, любые части, которые остаются без боеприпасов, не могут вывезти раненых, не могут получить лекарства и продукты питания, они оказываются в очень сложной ситуации, и речь идет о возможном полуокружении вот этой группировки. Так это или не так, мы узнаем в будущем. И важно здесь еще одно заявление, которое сделал советник президента Зеленского, член украинской переговорной группы по России Михаил Подоляк. Не новость в том, что переговоры прямые Россия-Украина о прекращении военных действий давно прекратились, и вот он дал интервью Deutsche Welle, его спросили, видит ли он основания возобновления переговоров, и Подоляк сказал, я цитирую, «Никаких оснований нет. Это иллюзорный мир великой страны. На самом деле Россия небольшая, маленькая странная страна с маленьким интеллектуальным уровнем. Она имеет только ядерное оружие, множество конденционного оружия и энергоносители». И он добавил, что переговоры возможны только в том случае, если украинская армия сможет нанести серьезные поражения российской армии на юге и на востоке страны. То есть, вероятно, он подразумевает то, что сейчас происходит в районе Херсона. Так ли это, мы узнаем скоро. А по поводу того, что происходит вообще на оккупированных территориях, сообщается о том, что в связи с активными контрнаступательными действиями украинской армии на южном направлении, войска России уже готовятся к возможному бегству из Мелитополя, Запорожской области. Это данные Украины, я подчеркну. В частности, об этом сообщил в интервью «Интерфакс Украина» мэр города Иван Федоров. Тот самый, которого похищали, если помните, в самом начале войны. По данным Федорова, в очереди стоят более тысячи машин, более пяти тысяч украинцев. Они все ждут проезда через этот блокпост. По его данным, россияне, которые контролируют сейчас эту территорию, они как-то искусственно задерживают людей. В частности, известно о том, что накануне в очереди погиб человек, который не дождался выезда. Мэр Мелитополя добавил также, что россияне пропускают от 20 до 150 машин в день или примерно 500 человек. Но дело все в том, что очередь ежедневно растет и будет увеличиваться, судя по всему. Почему, если боевые действия в Херсоне, в Новой Каховке, в Мелитополе станут активными? Как сказал Иван Федоров, мы четко понимаем, почему это происходит. Они используют наших людей как живой щит. Они боятся контрнаступления, поэтому прикрываются нашими гражданскими людьми, подчеркнул он. И также добавил, что пропускают, конечно, за взятки. Я тоже слышала не раз эти истории, что называется, из первых уст. Действительно, с оккупированных территорий выпускают за взятки. Ну и еще по поводу зерна. Россияне возобновили электроснабжение в порту Мариуполя и готовятся вывозить краденое украинское зерно. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. Он также опубликовал в Телеграме видео с зерновозами, которые едут по Мариуполю в сторону порта. Зерновозы въехали в город с Донецкого направления. Государственное мародерство России по морю после небольшой паузы возобновилось, добавил Андрющенко. Ну и тут надо добавить, что как раз на этой неделе Министерство инфраструктуры Украины планирует начать экспорт украинского зерна через морские порты в рамках подписанной 22 июля в Стамбуле инициативы по экспорту зерна. Вообще это очень интересно, потому что вот в пятницу подписали это соглашение. Менее чем через сутки четыре российские ракеты были выпущены по Одесскому порту. Турция и ООН были гарантами выполнения соглашения. МИД Турции обратился к России, потом рассказал, что Россия сказала, что это вообще не российские ракеты, это сами украинцы взорвали, вероятно. Потом представители НИД России, а потом и пресс-секретарь Путина сказали, что да, это российские ракеты, но они поражали, естественно, только военные цели, естественно, в зерновом порту. Там украинским военным больше нигде прятаться, только в зерновом порту. И говорят, что вот вообще это не имеет никакого отношения к соглашению, которое вот только что мы подписали. Совершенно ужасная история на самом деле, потому что Россию в очередной раз обвинили в недоговороспособности, то есть она легко нарушает собственные обязательства. Ну, удивительно, что еще остаются страны, которые этому верят. Ну, что делать? Вот, правда, министр иностранных дел Великобритании Лиза Трасс сказала, что, а так, показалось, что ни одному слову Путина не следует доверять, но есть люди, которые продолжают верить. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что вооруженные силы Украины получили три первых системы противовоздушной обороны «Гепард». Это зенитно-ракетные комплексы, и ожидается всего 15 таких систем. Надо сказать, что после начала войны ПВО Украина значительно усиленно стала такой многослойной, многоэшелонной, и, судя по всему, я уже не первый раз встречаю эти оценки на профессиональных форумах любителей военной авиации, российские боевые самолеты не заходят вглубь территории Украины, как они делали это в первой неделе войны. То есть они совершают удары непосредственно вблизи линии фронта и стараются как можно быстрее покинуть воздушное пространство, которое контролируется Украиной. Тем не менее, российские ВВС, судя по данным объективных видеоматериалов, объективного контроля, продолжают регулярно нести потери, теряют самолеты и беспилотники. Интересная международная новость газета Financial Times сообщила, что Китай прекратил инвестировать в Россию в рамках его глобальной инициативы «Один пояс, один путь». То есть ноль долларов, ноль юаней или ноль фунтов или ноль евро были инвестированы в 2022 году. Но при этом в 2021 году, то есть до начала войны, Россия и Китай подписали соглашение по этой инициативе на сумму примерно 2 миллиарда долларов. И вот ни один цент и ни один доллар из этой программы Россия не получила. Газпром продолжает газовую войну с Европой, обвиняя европейцев, естественно, в том, что они сами во всем виноваты, заявил, что прекращает эксплуатацию еще одной турбины «Сименс», которая используется газопроводом «Северный поток-1». И в результате этого поставки газа в Европу будут снижены примерно на 20%. То есть раньше одну турбину Газпром отправил на ремонт в Канаду, Канада отказалась ее возвращать после начала вторжения. Газпром сказал, что прекращает поставки газа. Европа, которая за многие десятилетия выстраивала свою опору на Россию как надежного поставщика газа и нефти, в очередной раз оказалась в шоке и в кризисе, потому что и промышленность стоит, и энергия нужна, и зима впереди. Канада вернула турбину, и вот сейчас Газпром вводит еще одну турбину. У меня вот одна ассоциация, вот когда еще двойной России с Грузией была далеко, Грузия получала значительную часть своей электроэнергии именно из российских электростанций. И вот когда там возникало очередное напряжение в отношениях, внезапно происходили какие-то ЧП на линиях электропередач, там главины сходили, ливни, деревья падали на эти провода. В общем, происходило что-то ужасное, и Грузия внезапно оставалась без российского электричества, и, соответственно, позиции России на переговорах внезапно резко усидывались. То есть методы-то старые, просто заложниками этой ситуации, как и заложниками ситуации с Сердном стали даже уже не просто миллионы, а вероятно, миллиарды людей. Ну вот если продолжать тему международной помощи, которую ты уже затронул, большой друг Украины Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, которого еще называют пан Джонсонюк, планирует снова приехать в Киев с таким прощальным визитом. И снова встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет сегодня издание «Телеграф». Издание не сообщает, когда именно может состояться этот визит Джонсона в Украину, но я напомню, что с начала полномасштабного вторжения Джонсон дважды посещал Киев, и каждый раз его визит был очень ярким, его высказывания были всегда такими экспрессивными в поддержку Украины. Действительно, это, наверное, самый большой друг Украины, если говорить о международных лидерах, и когда стало известно о его отставке, интернет, соцсети были просто наводнены всякими мемами, ему стихи даже посвящали, и, наверное, никому столько внимания не уделяли, именно в хорошем смысле, никому из мировых лидеров. Вообще интересно, потому что, когда Джонсон пришел в классе, напоминали о том, что у него есть русские корни, он знает русский язык и так далее, но при этом это оказался другой русский, неправильный русский с точки зрения режима, который сейчас управляет Россией. Центр журналистских расследований Медиахаб сообщил, что в социальных сетях Кыргызстана появились объявления о том, что граждан Кыргызстана приглашают на работу в частные охранные предприятия на территорию России, с перспективой, причем, что очень нехарактерно, с перспективой получения российского гражданства и очень высокой зарплаты. После звонка людям, которые дали это объявление, журналисты узнали, что речь идет, скорее всего, о выполнении боевых заданий на территории Украины. Работодатель, который разместил эти объявления, сообщил журналистам, что работает в интересах Министерства обороны Российской Федерации и указал, что место сбора – хутор Мулькина в Краснодарском крае. Хутор Мулькина звучит как мем какой-то. Да, но хутор Мулькина – это база частного охранного предприятия, известного как группа Вагнера. То есть это частная военная кампания, которая в России применялась в Африке, в Сирии, в Латинской Америке, где она только не применялась. Вагнеровцев перебрасывали из зон конфликта в Украину, чтобы они там участвовали в боях. Они там участвовали в боях, уже эти пленные, о чем сообщали украинские силы. В общем, вероятно, кадровый резерв потихонечку исчерпывается и, соответственно, набираются люди, которые могли бы заполнить возникшие прорехи в рядах. Вообще сегодня очень много важных публикаций, о которых стоит рассказать. Публикации как международных медиа англоязычных, так и российских независимых медиа. В частности, издание «Важные истории», которое известно своими расследованиями, пишет о том, что на территории Донбасса погибли как минимум трое заключенных, завербованных как раз ЧВК Вагнера, о котором ты только что рассказывал. Завербованы они были в исправительной колонии номер 7 «Яблоневка». Еще двое раненые находятся в больнице Луганска. Как отмечают важные истории, в медицинских документах указаны не имена этих заключенных, а псевдонимы, то ли клички, то ли позывные. Об этом важным историям рассказали источники, которые общаются с родственниками этих осужденных. Этих людей полностью вывели из правового поля, заявил в разговоре с журналистом «Важных историй» адвокат Леонид Крикун, который сотрудничает с правозащитной организацией «Русь сидящая». Если раненые лежат в больнице не под реальными именами, пояснил он, видимо, и погибших хоронить тоже будут под кличками. Встает вопрос, как могут получить деньги родственники погибшего, потому что если родство с условным Иваном Ивановым доказать можно, то как доказывать родство с каким-нибудь одуванчиком? Скорее всего, денег за смерть человека родственники не увидят. Ну и я напомню, ранее важную историю уже рассказывали о том, что вербовщики Вагнера приезжали в Яблоневку 1 июля, и в ночь на 6 июля из колонии вывезли первую группу осужденных. Порядка 40 человек, погибшие и раненые люди, о которых журналистам рассказал источник, были в первой вывезенной из колонии группе людей. То есть вот так используют людей, заключенных, и потом оказываются они совершенно вне правового поля, их родственники оказываются бесправными. Как действительно пушечное мясо? Ну что делать? Вероятно, объявление мобилизации пока речь не идет, но Россия явно пытается получать живую силу, точнее пушечное мясо, потому что сложно представить, что люди, которые сидели и не имеют никакого опыта военной службы, умеют эффективно управлять военной техникой, умеют обращаться с оружием, умеют там окапываться и делать вообще миллионы других вещей, которые должен знать военный для того, чтобы банально выжить на поле боя. То есть это пушечное мясо, которое явно гонит в первых рядах, а не принимает на себя украинский огонь и погибает, скорее всего, массово. Журнал «Икономист» опубликовал очень интересную статью, которая попыталась понять, насколько велики потеря в Украине. ЦРУ и МАИ-6 по последним данным оценивают количество убитых российских военнослужащих примерно в 15 тысяч человек. Здесь интересен следующий момент. Традиционная формула подсчета раненых, это примерно на одного убитого приходится трое раненых в современных военных конфликтах. Но, судя по всему, российские воины имеют намного меньшее количество раненых, чем другие армии, участвовавшие в схожих вооруженных конфликтах в исторический период времени. То есть, о чем это говорит? О том, что раненых не успевают эвакуировать, они умирают и превращаются в убитых. Так это или не так, мне сказать сложно, но я, во всяком случае, обязан был об этом рассказать. Я напомню, что Украина говорит, что убито около 39 тысяч российских военнослужащих. Опять же, я привожу цифру украинскую за неимением российских данных. Ну, есть, на самом деле, какие-то российские данные, но они намного ниже. И вообще, можно сказать, что есть три вида данных о погибших и раненых. Это данные Украины, это данные России, которых сначала действительно вообще не было. Потом появились какие-то малоправдоподобные цифры. И есть еще данные иностранных разведок, иностранных военных. И они где-то посередине, но ближе к украинским. Да, интересное заявление премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы, которая заявила телеканалу CNN, что Молдова опасается российского вторжения. Вот я цитирую. Это риск, это пока что гипотетический сценарий. Но если военные действия переместятся дальше, на юго-западную часть Украины, в сторону Одессы, то, конечно, мы очень волнуемся. Она добавила, это очень сложная ситуация не только для Молдовы, но и для любой страны, которая полагается на основный, на правилах международный порядок. Да, вообще эта война повлияла на конструкцию безопасности всего постсоветского пространства. И многие страны ощутили на себе близость к такому соседу, даже если непосредственно границы проходят. Тем не менее, какая-то близость к России все равно заставляет задумываться о том, как могут развиваться события в будущем и на что могут быть способны российские власти. Поэтому сейчас внимательно надо следить и за тем, что происходит во всех постсоветских странах, и какие там заявления делаются. Но в самой России по-прежнему продолжают преследовать людей за антивоенные высказывания. В моей традиционной рубрике «Кого, где и за что» сегодня целых три новости. Во-первых, в отношении журналиста и муниципального депутата Илья Азара возбудили административное дело по статье о дискредитации армии. Об этом сообщает проект «Сетевые свободы». Дело рассмотрит Хамовнический суд Москвы. Что именно стало поводом для составления нового протокола, пока неизвестно. Сам Илья Азар находится за пределами России. И надо сказать, что это уже второе административное дело против него. 10 июня его оштрафовали на 60 тысяч рублей по статье о дискредитации армии за пост в Фейсбуке о необходимости антивоенного марша. Вторая новость в этой же рубрике. Преподавателя философии и истории из Барнаула Алексея Аргунова оштрафовали на 30 тысяч рублей по той же статье о дискредитации армии. Вот как ты думаешь, за что? За что? Слушай внимательно. За грустный лайк. Грустный лайк. Это хорошо. Под чужим, да, под чужим постом в Одноклассниках о штрафе по делу о дискредитации армии. То есть он увидел пост о том, что кого-то оштрафовали по делу о дискредитации армии. Поставил грустный лайк. Это означает, что он расстроился по этому поводу. И после этого его, значит, под белые ручки привлекли по этой статье. И «Сибирь реалий» издание сообщает, что это первый случай, когда статью о дискредитации армии применили не за публикацию или репост, а за лайки соответствующего характера. То есть надо следить внимательно. Ты ставишь улыбающийся лайк или, извините, какашку, потому что можно не под тем поставить. Ну, еще могут не так понять. Тут же вопрос в трактовке такого ужасного деяния. Но вот кто-то интересовался, как начинался 1937 год. Вот так он и начинался постепенно. Если кто помнит историю Советского Союза, там тетрадки изымали, потому что там были неправильные картинки. Если там перевернуть картинку под углом 90 градусов, там можно было увидеть какую-нибудь свастику, еще что-то. Вот с этого все начиналось. Следовали аресты, уголовные дела. Сначала это было в небольших масштабах, отдельные люди, потому что остальные понимали, что ну как же, окружение враждебное, ведем борьбу за независимость Советского Союза, враги кругом. Все это понятно. Вот так все и начиналось. Но по поводу врагов. Я еще не закончила свою рубрику «Кого, где и за что». К сожалению, много в ней сегодня новостей. МВД объявила в розыск политика Леонида Гозмана, против которого возбуждено уголовное дело о неуведомлении о втором гражданстве. Это следует из базы розыска ведомства. Адвокат Михаил Бирюков сообщил, что Гозмана задержали на станции метро Фрунзенская с помощью системы распознавания лиц. При этом полицейские не уточнили причину задержания. Но надо сказать, что Леонид Гозман покидал Россию, а потом, вот насколько я понимаю, недавно в июне вернулся. И теперь мы видим, чем все это закончилось. Как говорил Гэндальф хоббитом, «Бегите, глупцы». Да, это не только он говорит. Но, тем не менее, очень многие люди, которые остаются в России, включая политиков, они считают, что важно оставаться, потому что что-то еще можно сделать. И, по всей видимости, у них есть основания так думать. А главное, у них есть смелость там оставаться. И, конечно, нельзя не восхищаться этой смелостью, когда в условиях таких репрессий люди все-таки пытаются что-то сделать и что-то изменить. Ну, на этом мы закончим сегодня наш подкаст «Украина. Самое важное». Продолжим уже завтра. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. До свидания.